Приветствую вас! Я думаю, что для начала необходимо вам пройти медицинское обследование для того, чтобы определить нет ли физиологических медицинских оснований для того, что вы чувствуете. Потому что вполне может быть, что причина, по которой вы себя так ощущаете, медицинская. Если же с медицинской точки зрения у вас все будет хорошо и все у вас с медицинской, опять же, с точки зрения в порядке, то в таком случае, да, имеет место быть психологическая проблема. И в таком случае, опять же, нужно обратиться к врачу для того, чтобы продиагностировать, нет ли у вас депрессии. В случае, если депрессия обнаружена не будет, в таком случае можно будет поработать с психологом по выяснению, выявлению причин вашего такого угнетенного состояния, или как его называют в психологии, депрессивного состояния. Вот. С этим можно и нужно работать, это можно и нужно корректировать. Тут как бы история такая. Дальше, на что я хотел бы обратить ваше внимание вначале, это на то, что вы живете в кредитах. Вот вы пишите, что у меня есть кредиты, вы пишите, что вам нужно их оплачивать. Вот. Я ни в коем случае вас не обсуждаю, но просто хочу отметить, да, хочу отметить, что кредиты на ровном месте, как правило, не возникают. Если у вас есть кредит, значит вы в той или иной степени живете в кредит, и если вы живете в кредит, то, соответственно, нет ничего удивительного в том, что у вас отсутствует мотивация, потому что кредит, наличие кредитов свидетельствует о том, что человек живет не в соответствии со своими ресурсами, вот, ну то есть иными словами, живет не по средствам, вот, живет не по ресурсам, вот. Вероятно, вероятно, что-то себе в таком случае запрещает, вероятно, что-то в таком случае, за что-то в таком случае себя обвиняет, вот, ну то есть вариантов достаточно много здесь может быть. всевозможных, вот, ну вот это вот один из первых моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Дальше, то, что касается мотивации, да, вот, то, что касается мотивации, то, что вы говорите о мотивации. А мотивация, это достаточно деликатная тема, потому что желания, они, в принципе, касаются только лад. и никого больше, поэтому, если вы не хотите вот этого, вот, если вам не хочется делать то, что, к примеру, вы понимаете, что делать нужно, значит, вы хотите чего-то другого, но отчаянно себя от этого вы как-то вот ограждаете, вы себе не позволяете делать то, что вам на самом деле хочется, к примеру. Вот, это, конечно, очень большая, большая внутри личностная проблема. Вот, то есть когда человек живёт больше тем, что ему нужно, а не тем, что он хочет. Вот. То есть вы говорите, что надо на что-то жить, надо кушать и так далее. Да, надо на что-то жить. Я с вами здесь, в общем, полностью солидарен, что действительно на что-то жить надо. Но, знаете, какой вопрос у меня к вам? А зачем жить? Вот вы говорите, что жить надо, да. А зачем жить? Вот вы говорите, что надо жить, кушать, оплачивать там и так далее. Да, а какова цель этого всего? А цель этой нет, видимо. То есть тут вот, чтобы была мотивация, чтобы была мотивация, нужен смысл. Нужен именно смысл жизни. Нужен именно какой-то такой вот, знаете, если так можно сказать, ориентир нужен. А с ориентиром у вас, как раз таки, на мой взгляд, беда. Потому что вы не видите для себя ничего важного в жизни. Вы не чувствуете для себя ничего важного в жизни. Поэтому мотивации что-то делать, мотивации там даже, допустим, себя обеспечивать у вас нет. Потому что глобальной, условно говоря, конечной цели нет. Отсюда и такие вот у вас, собственно говоря, проблемы. Вот. Поэтому тут, что вы описываете, очень похоже с точки зрения психотерапии на экзистенциальные поиски. То есть такой, своего рода экзистенциальный кризис. Вот. И, соответственно, вам в нём, возможно, нужно разобраться и понять, а для чего же вы вообще живёте. Что вы хотите делать, а что делать не хотите, кстати говоря. Вот. Что вам нравится, что вам не нравится. Всегда ли вы действуете так, как, например, хочется вам. Или, зачастую, приходится постоянно оправдывать, допустим, чьи-то, ну, чьи-то ожидания, например. Что тоже ведёт, конечно, к негативу, потому что очень тяжело и трудно, значит, постоянно соответствовать чьим-то ожиданиям, если они не ваши собственные. Ну, и если вы, вот, ожидания, да, других людей ставите, допустим, выше, чем, там, свои собственные, к примеру, желания, опять же. Вот. Поэтому, кстати говоря, вам тоже может ничего не хотеться, а зачем, если то, чего... Допустим, то, чего хочу я, всё равно достичь не получится, а то, что хочу, там, к примеру, не я, да, что я так делаю, это уже просто не надоело, это уже не я. Короче говоря, на лицо кризис, кризис именно, вот, того, что я хочу и того, что надо и зачем, ради чего это вообще всё, вот. Вот такая вот история, и, соответственно, это происходило не за один день, безусловно, вот, то, что вы описываете, это происходит не за один день, даже не за два дня, вот. Вот, и не за месяц, это образовывалось годами, вероятно, вот, ну, тут, соответственно, нужно поисследовать данный момент, чтобы помочь вам определить, как дальше и что делать. Вот, значит, что касается паники, то здесь определённые страхи, вот, возможно, это связано с вашими желаниями, например, с потребностью общаться, допустим, с людьми, допустим, с людьми, то есть такая вот реакция на звонок на телефон, допустим, и прочее, может быть связано с потребностью в этих, в этих самых событиях, вот, которые, ну, вам кажется может быть, нежелательными, может быть, кажется, страшными, вот, может быть, чем-то и всё. Тут опять один из них следует, ну, и личные границы, конечно, потому что совершенно очевидно, да, вот, что вы не можете отказать, когда это нужно, вот, совершенно очевидно, что у вас есть вот некоторая проблема с тем, чтобы отказать людям, чтобы не делать того, что, ну, что вы, вот, в принципе, делать не хотите особо. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было для вас полезно, да, тут нужна работа с психологом, потому что состояние ваше, оно свидетельствует о том, что вы очень долгое время находитесь и в напряжении, и в неконкурентности, то есть в подавлении своих чувств, вот, и разучились слышать, слышать себя, понимать себя, вот. Плюс ко всему, как я уже сказал, у вас отсутствует глобальная цель, то есть есть вообще такое системное непонимание того, зачем я вообще всё это делаю, для чего я всё это делаю, зачем это надо, кому это надо, вот. Ну, отец это вот такие вопросы, которые не могут, конечно, не беспокоить, вот, которые не могут, конечно, не трогать, вот, которые не могут, конечно, не волновать, вот. То есть, это абсолютно такая нормальная история, что вас это беспокоит, и вам, вот, главное, главное на это не закрывать глаза, вот, не надеяться и не ждать, на то, что не надеяться и ждать, не надеяться и не ждать того, что ситуация станет другой, вот, она не станет другой, к сожалению, вот, 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 тут вот, такой аспект. А, так, дальше, значит, нет каких-либо причин для такой апатии и для тревоги, если трезво оценивать эту ситуацию. Ну, вы знаете, я бы сказал, что, тут кроется дьявол, вот, тому как, вот, что значит, если оценивать трезво, вот, кто сказал, что, вот, ну, что норма, это что-то единое, да? Я, например, могу вам, допустим, ну, допустим, да, продемонстрировать, ага, вот это, ну, вот, то, что норма, это уже относительно истории, я могу вам это продемонстрировать, а, следующим образом. Я не считаю нормой, например, то, что у вас есть кредит. То есть, вот, для меня нормой не является наличие кредита. То есть, мне кажется, что тот факт, что у вас есть кредит, уже вашу, вот, ситуацию позиционирует как ненормальную, к сожалению, да? Вот. Но, увы, вы, вы считаете, что это норма, видимо. Вот. Ну, вы и так считаете. Опять же, я вас не обвиняю. Я не хочу сказать, что, ну, что не должно быть такого, такого, что у вас не должно быть, вот, что у вас, ну, обязательно не должно быть кредитов. Я не хочу такого сказать. Это было бы, ну, это было бы неправильно. Это было бы несправедливо по отношению к вам. Но, тем не менее, тем не менее, мне это не норма. Поэтому, вот, если мы говорим о нормах, то у каждого своя норма. Если вас вреду вся история беспокоит, о которой вы пишете, то значит, что то, что вы описываете, не норма, значит, вы не в норме. И, значит, требуется наша, как раз таки, вам, помощь. Вот. Вы видите, даже вот здесь вы склонны как-то вот себя обесценивать, даже здесь вы склонны как-то вот относиться к себе. Ну, вот так. Обесценивающе. Вот. Обесценивающе, может быть, в какой-то степени поверхностно. Вот. Хотя это ни в коем случае, на мой взгляд, не приемлемо. Вот. Потому что вы игнорируете то, что чувствуете, а это всегда ведет к негативу. Вот. Вот. В целом, в целом, то, что вы описываете, характерны для ситуации, когда люди, люди живут в неком отрыве. Таком, от себя, от своих эмоций, от своих чувств. Вот. Так что, я бы в этом направлении вам порекомендовал бы, наверное, двигаться и разбираться. Ну, там уже, в любом случае, решать вам, как оно будет и что будет. Я, с твоей стороны, свое мнение вам, в том числе и профессионально высказал. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Если вам понравился мой ответ, я буду очень благодарен, если вы оцените его в качестве лучшего. Так что, желаю вам всего самого доброго и удачи. Вот. Всё. Продолжение следует...